Всемирный день детского футбола в Ульяновске встретили на стадионе Симбирск. На поле 11 команд из территориальных общественных самоуправлений. В их составе 5 основных игроков и 4 запасных. Каждый боролся до финального свистка, а давать победу сопернику никто не хотел. Замечательное событие для города, для спортсменов, для жителей, для детей. Для оздоровления сейчас как раз каникулы, летнее время, удачное время, когда в городе установилась устойчивая и тёплая погода. Среди участников ребята 12-15 лет. Каждый из них с футболом на «ты». К турниру готовились заранее, почти за два месяца. А это ежедневные тренировки. Они, как отметил Кирилл Трахинов, учат дисциплине и выносливости. Утром мы приходим в часов 8-9 на стадион свой. Там пробегаем на несколько кругов, потом занимаемся разминку, потом занимаемся силовыми упражнениями, потом с мячами работаем. Потом в конце тренировки всегда у нас проходит футбол. Кирилл в составе своей команды забрал с турнира серебро. А вот то связь на этот раз бронзу. На поле эти ребята встречаются не впервой, а потому к усердной борьбе были готовы как морально, так и физически. Тренировки хорошие. Проходят в понедельник, среда, пятницу, в субботу или воскресенье. Игры обычно бывают между собой, собираемся с ребятами, играем. Ну вот с тем же самым происполбином мы собираемся, играем между собой. Мне нравится играть в этой дворовой команде. Я считаю, дворовый спорт, у него есть будущее. Первое место заняла команда «Тос Луговое». А будущее, про которое говорит Айрат, у дворового спорта действительно есть. Подобные чемпионаты позволяют детям играть, что говорится, от души. Для этого в области создают комфортные условия. Например, те же самые спортивные площадки, стадионы с искусственным покрытием. Надо проводить турниры не только по мини, по футболу, но и по другим видам спорта. Там, баскетбол, волейбол. Надо популяризировать спорт и здоровый образ жизни, чтобы количество детей увеличилось. Но это планы на будущее. А пока слава и кубки победителям турнира. Александра Никитина, Управда ТВ.